В неделе сыропустное о покаянии и милостыне. Слово второе. Вспурия. Воинов земного царя предрасполагают к бою звуки труп. Воинов же небесного царя Иисуса Христа возбуждают к словословию и к страху Божию чтение божественных писаний. Первых, к борьбе с юственными врагами и неприятелями, а нас к борьбе против врагов невидимых и демонов. Как говорит Павел, наша брань не против плоти и крови, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Смотрите, братья, какие у нас враги. Смотрите, с какими неприятелями нам надлежит сражаться. Как видите, они злобны, бесстыдны, так как сильно вынуждают нас к совершению всяких грехов. Если они потерпят неудачи в одном, приступают к другому. Если им не удастся, и это переходит к следующему, и просто сказать, переходя от одного к другому, они не отстают до тех пор, пока не добьются желаемого. Одного они возбуждают к блуду, другого к прелюбодеянию, того к похищению чужого, иного к воровству ближнего, одного к ненасытной жадности, другого к зависти и ненависти, того к убийству или злословию, другого к креветей и братоубийству, одного к чреву угодию и развращению детей, другого к ограблению храмов и бесстыдству, того к человеку угодничеству и честолюбию, иного к немилосердию и жестокости, одного к запирательству и клятвам, другого к оскорблениям и поруганиям, того к гневу и ярости, другого к ростовщичеству, ревности и раздору, а того к богохульству и нечистым помыслам. Одним они внушают не оказывать сострадания бедным, другим нарушать границы соседей, одних заставляют лишать платы наемников, а что может быть более достойно сожаления, чем это? Других побуждает лишать крова и одежды сирот, тех притеснять вдов, иных, чтобы они не входили в церковь, других ввергают в бесконечное множество пороков, которым нет числа и для изображения которых мне не хватило бы времени всей жизни. Смотрите, братья, в какие преступления впадаем мы каждый день, а все-таки остаемся невнимательными. Но горе мне! Что встанет со мной, если я расскажу об этом? Поверьте мне, братья, страх и трепет объемлят меня, когда я описываю только это. Ужас нападает на меня. Я не имею, и у меня является желание плакать, когда я помышляю о том, в какое множество пороков тяжких и дьявольских уловляемся мы. Зачем же мы остаемся нерадивыми? Что медлим? Какое время не ожидаем? Зачем пренебрегаем нашим спасением? Почему не помышляем о своей смерти? Почему остаемся нерадивыми и не бежим от этого? До каких пор будем безучастны к себе? Доколе будем предаваться роскоши, пьянству, удовольствиям, сладострастью, ненасытной жадности, хищением, неправде? Доколе будем нападать на нищих, грабить бедных? Доколе будем служить богатству, деньгам и золоту? Доколе будут владеть нами сребролюбие, уловлительница душ, зависть, ложь, клевета, злословие, постыдное и необузданное вожделение? Зачем мы колеблемся? Чего ожидаем? Зачем не во время чувствуем утомление? Зачем насмехаемся над собой самими? Зачем тщетно терзаем себя? Зачем мы надеваем чужим? Волнуемся, утомляемся, собираем себе скоро приходящее? Принесем же, наконец, покаяние, воспрянем, станем бдительны, молю вас, братья, пробудемся от тяжкого греховного сна. Придите, услышьте, и расскажу вам все боящиеся Бога. Придите, послушайте слов и дел духовных и спасительных. Придите, примите совет спасительный и угодный Богу. Придите, узнайте, как нам прославить Бога, спасителя нашего. Придите, прежде чем расторгнется союз жизни. Придите, прежде чем затворятся двери жизни, прежде чем придет смерть и найдет вас неприготовленными. Придите, прежде чем зайдет солнце и померкнет свет. Придите, послушайте все народы, послушайте все живущего по вселенной. Придите, земнородные и сыны человеческие, вместе богатые и бедные. Придите, благородные и славные, рабы и свободные. Придите, всякое сословие, всякий возраст, мужи вместе и жены, малые и великие, юноши и старцы. Придите, священники Господни, и вся полнота церкви от края и до края вселенной. Придите, юноши и девицы, старцы и юноши. Придите, братья, и познаем, что никакой пользы не принесут нам концы земли. Придите, посмотрите, нагими вошли мы, и снова нагими уйдем отсюда. Придите, исповедаемся пред Господом со слезами, стинаниями, милостыней и состраданием к бедным. И Он Сам научит нас, как получить нам спасение. Скажем и мы Ему, Господи, согрешены мы пред небом и перед Тобою. Прими обращение и раскаяние наше, прими наше стинание и слезы. Прими раскаяние нас, грешных. Прими рыданий и вопль наш, человеколюбче, нас сильно прогневывающих Тебя. Прими нас, Владыка, проведших всю жизнь в распутстве, во всяком лукавстве и нечистоте. Прими, Господи Божий наш, приступивших к заповеди Твои. Прими, Владыка, нас, недостойных рабов Твоих, и не воздай нам по делам рук наших. Исповедуем Тебе, Владыка, что по грехам нашим мы недостойны даже и жизни. Исповедуем, Господи, что мы недостойны даже смотреть на это солнце, так как нет такого греха, нет ни одного такого злодеяния, которого не совершили бы мы несчастные. Но прими нас, Господи, как блудного сына. Прими, как разбойника. Прими, как блудницу и мытаря. Прими, Господи, обрати нас. Но помилуй, Господи, дела рук Твоих. Помилуй, Владыка, тех, которые хитростью змеи изгнаны были из рая. Помилуй нас. И облики нас в хитон веселья и одежду спасения. Помилуй нас, которых дьявол лишил Твоей помощи. Помилуй, милосердый, помилуй тех, которые оставили Тебя и служили Ему. Помилуй заблудших. Помилуй несохранивших заповедей Твоих и последовавших злодеянием демонов. Помилуй осквернивших себя грехами. Помилуй тех, которые находились под властью дьявола. Помилуй осквернившихся распутством. Помилуй, милосердный, помилуй. Благий, помилуй. Долго терпеливый. Так как руки наши совершили всякое зло, всякое осквернение, любостяжание и неправду. Мы осквернили душу, которую Ты создал по образу своему. Осквернили тело, осквернили чувства. Язык наш стал мечом острым, направленным против ближнего. Глаза наши исторгают пламя. Наши руки полны крови. Наши ноги быстро на совершение зла. Уста наши осквернены злословием. И словом сказать, мы осквернили и землю, и воздух. Подлинно. Наши неправедные дела дошли даже до неба. Наши хищения превысили горы. Любостяжание превысило облака. Наши пороки достигли неба. Наши грехи непростительны. Наши простудки не имеют извинения. Наши ошибки неисправимы. И вот земля не может выносить наших злодеяний. А потому, Господи, мы нуждаемся в милосердии Твоем. Ты знаешь немощистиства нашего. Помилуй, Господи, творения рук Твоих. Вот мы взываем к милосердию Твоему. Не лиши нас помощи Твоей. Не спошли нам недостойным милость Твою. Даруй нам грешным заступление Своё. Яви нам лицо Своё. И мы спасемся. Говоря и делая это, братья мои, будем избегать всякого порока и нечистоты. Будем избегать всякой неправды и любостяжания. Будем избегать тщеславия, пьянства и всякой авшивости. Будем избегать чревоугодничества этой матери всех зол. Будем избегать серебролюбия, начало и корни всех зол. Будем избегать братоненавистничества и жестокости. Будем избегать злословия и клеветы. Будем избегать блуда, прелюбодеяния и всякой хулы. Будем избегать воровства и хищения, будем избегать честолюбия, лицеприятия, раздора, ревности и всех обольщений настоящей и суетной жизни, для того, чтобы Господь наш Иисус Христос пришелся и, найдя нас нерадивыми, не рассек нас и не произнес над нами своего приговора. «Свяжите ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму кромешную, там будет плач и скрежет зубов. О, как тяжко будем мы тогда, братья, плакать, скорбеть, рыдать и терзаться без всякой уже пользы без себя. Горе нам, если мы в этот ужасный час окажемся нераскаянными. Лучше бы нам было не родиться, чем явиться такими. Будем же, братья, горько плакать, чтобы не подвергнуться там вечному наказанию. Будем милосердны, чтобы и самим нам быть помилованными и получить прощение. Расточим сами свои сокровища, для того, чтобы другие после нашей смерти, проедая и пропивая собранные нашими трудами и предаваясь роскоши, не стали воспитать. Вот сокровище стоит богатый и не знает, кому-то достанется, что он собирает. Еще. Вот человек, который не положил бога помощникам себе. Какая нам, братья, польза, если мы трудимся, а трудами рук наших будут наслаждаться другие. Отошлем сокровища свои туда, чтобы там снова найти их, ибо что человек посеет, то и пожнет. Пусть никто не говорит в оправдании себе, я имею жену и детей и не могу потому расточать имущество свое, чтобы, умирая, не оставить их нищими. 892. Не будем же, братья, умоляю всех вас, не будем беспокоиться о близких своих. Есть на небесах милосердный Бог, который заботится и поддерживает жен и детей, им самим сотворенных. Будем заботиться только о нас самих, будем самих себя жалеть, самих себя приготовлять, самих себя обеспечивать относительно предстоящего суда. Ведь в тот час, кроме наших дел, не будем в состоянии избавить нас от невероятных мучений ни дети, ни жена, ни отец, ни мать, ни брат, ни родственники. Даже более того, ни сам Авраам, ни Ной, ни Данил, ни Петр, ни Павел. С неба грядет тот, кто будет судить живых и мертвых. Грядет испытующий сердца и утробы. Грядет, и кто в состоянии будет избежать рук его. Грядет сидящий на престоле Керувимов и взором своим проникающий бездны. Грядет Бог богов и Господь господствующих. Грядет начальник начальствующих и судья судей. Грядет царь царствующих и решители решающих. Грядет тот, кто обнаруживает и обличает всякое дурное и сокровенное тайное дело. Грядет тот, кто делает ясным и открывает тайные прегрешения. Грядет тот, кто делает известными перед лицом всех намерения, дела, слова и всякое помышление. Грядет истинный и неусыпный глаз, нелесоприятный судья, немздоинный испытатель, предающий огню и отсылающий в гиену всякое мерзкое деяние и постыдное удовольствие. Грядет тот, кто любит мир и ненавидит всякое злое слово, всякое хищение и всякий грех и предает вечному наказание творящих соблазны. Грядет тот, от лица которого бежит земля, иссушается море, сливается подобно свитку неба. Ниспадают звезды, возмущаются в воздух, померкает солнце, луна не дает света своего. Силы небесные колеблются, трепещут херувимы, изумляются серафимы, ужасаются ангелы, страшатся архангелы. Колеблется небо, и преисподнее истет, трепещет. Грядет тот, кто не смотрит на лицо человека и не оказывает сострадания ни с чему на суде. Грядет тот, кто воздает каждому по делам него. Кто обличает и придает на позор намерение предприятие всякого дыхания. Грядет тот, кто милует милостивых и осуждает жестоких. Страшный в советах боли сынов человеческих. Псалом 65.5. Грядет тот, перед которым преклоняется всякое колено небесных, земных и преисподних. Грядет тот, престол которого пламень огненный, и колесница его огонь пылающий. Грядет, чтобы спасти и прославить праведных, грешников же предать мучениям. Грядет, объявить блаженными жаждущих и несчастными присущенных. Грядет, чтобы оказать почести тем, кто предается подвигам и бодрствует в молитвах и псалмопениях. В благодарении, прошении и терпении, обеспечивших и нерадивых, предать мучениям и наказаниям. Грядет страшный и неумолчный грешникам, которых удалит от себя с великой угрозой. И кроткий, снисходительный и нежный по отношению к праведным. И что же он говорит к ним? «Придите, благословенные отца моего, наследуйте уготованное вам царствие от создания мира». Не за то, что вы приобрели на земле большое богатство. И не за то, что владели многочисленными рабами и невольницами. Не за то, что вы были благородного происхождения и славны. Не за то, что вы получили многочисленные поместья и виноградники. Не за то, что вы построили житницы и великолепные жилища. Не за то, что вы имели большое количество пар валов и стада овец. Не за то, что вы наслаждались богатой и обильной трапезой. Или облекались в пышные одежды и умощались благовонными мазями и ароматами. Не за то, что вы пользовались от всех большим почетом, были прославляемы, превозносимы и величаемы. Не за то, что постились или бодрствовали. Не за то, что вы сохранили девство или претерпели бедствие. Не за то, что алкогол и дали мне есть. Жаждал и напоили. Вы видели меня странником и приняли меня в свои дома. И весьма утешили меня. Вы видели меня ногим и одели меня. Видели меня лежащим в болезни. И посетили меня. И удостоили великого попечения. Видели меня в темнице. И пришли ко мне с великим усердием. И говорят ему праведники. Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили. Или жаждущим и напоили ли странником и приняли. Или ноги мы одели. Или больным, или в темнице и послужили тебе. Судья же отвечает им. Истинно, истинно говорю вам. Так как вы сделали это одному из всех братьев моих меньших, бедных, отверженных, странников, смиренных, уничиженных, обиженных, бедствующих, нуждающихся, преследуемых, тертящих голод и жажду, израненных, измиренных трудом, изнеможенных, мучимых. Так как вы сделали одному из всех их, то сделали и мне. Согрели мои члены, мне послужили. Моей душе доставили покой. Поэтому придите, благословенные Отца Моего, наследуйте уготованное вам царство от создания мира. Придите, во-первых, те, которые сохранили веру чистой и незапятнанной. Придите, которые ради Меня обнищали нищетой духовною. Придите те, которые во имя Мое обитали в пустынях, горах, пещерах и пропастях земных вместе со зверями. Придите, плачущие и угнетенные. Придите, те, которые алкали и жаждали ради Меня. Придите, изгнанные за правду. Придите, те, которые претерпели поношение и ненависть за имя Мое. Придите, чистые сердцем. Придите, милостивые. Придите, щедрые. Придите, сострадательные. Придите, воспитатели-сирот. Придите, странноприимцы. Придите, защитники-вдов. Придите, заступники немощных. Прийдите, утешители слабых! Прийдите, те, которые посетили находящихся в темнице! Прийдите, поручители должников! Прийдите, те, которые во имя мое насытили души обчущих и жаждущих! Прийдите, горячие заступники несправедливо порабощенных и подвергшихся опасности! Прийдите, милосердные освободители изгнанников и находящихся в жестоком рабстве! Прийдите, те, которые ради меня проводили спокойную и безмятежную жизнь! Прийдите, те, которые до самой смерти пребывали в детстве, предавались подвигам и проводили честную жизнь! Прийдите, те, которые сохранили в целомудрой чистоте неоскверненными и непорочными тело и душу! Прийдите, проведшие всю жизнь в посте, бдениях и псалмопениях! Прийдите, те, которые ежедневно и ночью и днем пребывали в церкви! Прийдите, украшавшие и заботившиеся о жертвенниках моих! Прийдите, презревшие земной и воспримите небесное! Прийдите, оставившие ради меня отцов и матерей, сыновей и дочерей, жилища, поля и родных! Воспримите благо Иерусалима Небесного! Прийдите и посмотрите славу мою! Возрадуйтесь и возвеселитесь, потому что велика ваша награда на небесах! Прийдите и видите, у какой владыки вы были слугами! Радуйтесь и веселитесь, потому что вам принадлежит Царство Небесное! Войдите в радость Господа вашего! Получите благо, которых не видел глаз и не слышало уха и о которых не помышлял ум человеческий! Войдите в сокровищницу Отца Моего, куда вас делевают проникнуть взором ангелы! Получите награду и венец за ваши подвиги! Вы перенесли тяготы и зной дня! Получите за это Царство Небесное! Претерпели голод и жажду, лежа не на земле и сухоедение! Насладитесь же несравненной славой и неизреченной радостью, которую я приготовил вам, друзьям моим! Успокойтесь же, наконец, во дворах райских, в обителях светлых, в роскоши и веселье бесконечном, в жилищах великолепных и славных! Войдите в места светлые и успокойтесь от трудов ваших, которые вы понесли ради меня! Почите со святыми моими ангелами, апостолами, пророками и со святыми от века мне благоугодившими! Войдите в чертог мой, где нет ни труда, ни печали, ни воздыхания, ни слез, но жизнь бесконечная! Таковыми дарами щедро даряю я тех, которые соблюли слово мое! Такие почести оказываю я тем, которые почитали меня! Так я прославляю тех, которые прославили меня! Так я успокаиваю тех, которые дают покой членам моим, бедным и немощным! Так я ублажаю тех, которые заботятся о церквах моих! Так я воздаю богато, обильно и старицею, воздаю жизнью вечной! Вы дали мне ломочь хлеба, возьмите за него царство небесное! Вы дали мне серебряники, получите рай сладости! Вы дали мне ветхую одежду, я облекаю вас неприступным светом! Вы дали мне чашу воды, получите живительную воду отдохновения! Вы вели меня под кровь, и вот я дарую вам пребывание со святыми ангелами! Вы дали мне тленное, примите нетленное! Дали мне скоро приходящее, примите вечное! Вы удостоили меня вашей трапезы, получите веселье вечное! Освободили меня из темницы, посетили меня больного, Утолили голод и жажду мою, омыли ноги мои, согрели меня цепеневшего от холода! И вот я дарую вам лона Авраамова! Я получил грязь, даю жемчуг, получил траву, даю золото, Потому что все, что только не принадлежит вам, в сравнении с моими дарами, есть трава и грязь, Ваше земное, мое небесное! Все, что не принадлежит вам, подлежит уничтожению, А принадлежащее мне есть свет, жизнь, радость и успокоение! Я знаю, сколько вы сделали для меня, знаю, сколько вы уделили из уст ваших и насытили душу мою, Знаю и не забыл, сколько раз оказали вы мне гостеприимство, И за все это я дарую вам, друзьям моим, на веки веков все те блага, Какие существуют как на небе, так и на земле! 896. Спурио. Вы видели, братья, выгоду, милостыни, познали силу ее, постигли могущество ее и уразумели пользу ее. Потом Господь обращается с словом своим к тем, которые находятся по левую сторону, к немилосердным, К тем, которые бесстыдно провели жизнь свою, Ибо алкал я, говорит он, и вы не дали мне есть, жаждал и не напоили меня. 996. Сколько раз приходил я к дверям вашим, требуя исполнения заповеди, И вы прогоняли меня, не добившегося ничего? 1096. Сколько раз приходил я в дома ваши и видел преисполненную всяческих благ трапезу, От которой питались блудницы, танцовщицы и встицы, А вы не сочли меня достойным даже куска хлеба? 1196. Разве я просил вашего? 1296. Но вы и из принадлежащего мне не дали мне есть. 1296. Сколько раз приходил я в дома ваши во время суровой зимы ногой и босой, Не имея силы даже говорить от чрезмерного изнурения? 1396. Вы же с презрением оставили меня снаружи и не оказали мне внимания, Хотя бы как одному из псов! 1496. А потому и витят меня проклятый в огонь вечный, Где черни усыпный и скрежет зубов. 1596. Так как вы были немилостивы не только ко мне, Но часто даже препятствовали и любящие меня быть милостивыми, И убеждали их, говоря, нищие воры, Что вы милуете их? 1696. Вы кормили собак, ухаживали за лошадьми, Заботились о домашнем скоте, Присматривали за ослами, имели попечение о свиньях и овцах, И ни разу не оказали милости членам моим, Бедным и немощным, А потому и вы не будете помилованы. Вы не знаете, несчастные, Что за бедных всякий человек получает спасение, Или вы не читали, что я назвал их братьями моими. Вы не слышали, что говорит Писание? Милости нищего дает взаймы Богу. Притча 19.17. Не знаете того, что суд без милости не оказавшим милости? О, как сильно взывали братья мои нищие, Жалуясь на свою участь, плача и рыдая. С какими только словами не обращались они к нам, Чтобы склонить ваше неумолимое сердце, Говоря, помилуйте, помогите, Подайте, благодетели, Подайте, милостивые, подайте, друзья Божие, Подайте, сострадательные, И употребляли бесчисленное множество других слов и способов, Которые были бы в состоянии смягчить даже камни И сделать кроткими диких зверей. Вы же ожесточили сердце свое И не только не оказали им милосердия, И не утешили их, Но еще и гнали их с места на место, Так что многие из них погибли от холода и голода. Скольких сирот вы несправедливо обидели, Сколько обездолили вдов, Сколько притесняли слабых, Скольких вы сделали бессильными, Ногими, пленниками, Скольких наемников вы лишили платы, За что и подвергнетесь вечному мучению. Разве вы не научились примера пяти неразумных дев, Что без милости не приносит никакой пользы Никогда ни одна добродетель? Назови ты девство, пост, молитву, бодрство, Несуходедение, голод или жажду. Назови что бы то ни было, Но если эти добродетели твои не сопровождаются милостыней, Все они не имеют никакого значения. Что еще сказать вам против вашего жестокосердия? Поэтому идите от меня, проклятый в огонь вечный, В мой чертог не входит ни милосердный, Ни достойн небесных обителей жестокий, В мой рай не приходит порочный клеветник и лукавый, Не удостаивается моего жилища блудник, Прелюбодей и мужеложник, Не возлягут за моей трапезой неумолимый или скупец, Не достигнут горних обителей хищник или хаимец, К моему царству не приблизится вор или завечивый, К небесному алтарю не приступит лжец, клеветник или пьяница, Не успокоится в дому моем сребролюбец или обманщик, За завесу небесную не переступит нечистый, Бесстыдный или оскверненный, Не достигнет вечного покоя нерадивый, сонливый или человекоубийца. К моей вечере не прикоснется гневливый, Недовольный или злопамятный, Не будут совсем обитать в брачном чертоге моем болтун, Выдумщик и насмешник, Бесстыдный и завистливый не наследует вечных обителей, Пусть никто не обманывает себя, Ни один неправедный или кто-нибудь подобный, Не удостоится войти в царство небесное, Но войдут лишь только щедрые даятели, Нищедухом, плачущие, кроткие, Алчущие и жаждущие правды, Чистые сердцем миротворцы, Таковые войдут в царство небесное, Возрадуются и возвеселятся, Потому что награда их велика на небесах. Вы же бесчеловечные и немилосердные, Идите в огонь вечный, И не уготовлены дьяволу и ангелам его. Так как вы были немилостивы, То и сами не будете помилованы. Отойдите же от меня, Делающие беззаконие, Идите, проклятые и ненавистные, Во тьму вечную, Где червь не усыпающий И огонь не угасающий. Там будет плач и скрежет зубов, И пойдут все и в муку вечную, А праведники в жизнь вечную. Итак, братья, Знавя это, Поспешим обратиться с развращенного пути нашего, Покаемся, Будем стенать и ударять себя в грудь, Нерадивая, Станем бдительны, Пробудимся, Будем оплакивать грехи наши, И если кого чем обидели, Или похитили что-нибудь, Отдадим обратно, Чтобы не подвергнуться осуждению, Будем милосердны, Чтобы и нам обрести милость, И если имеем что против кого-нибудь, Бедного или богатого, Простим от всего сердца нашего, Как повелел Христос, Чтобы и нам не подвергнуться Окончательному осуждению в день суда, Подобно тем немилосердным И человеконенавистникам, Будем друг другу милосердны, Человеколюбивы, кротки, Доброжелательны, снисходительны, Долготерпеливы, Будем друг другу помогать, Друг друга поддерживать, Друг другу уступать, Друг друга исправлять, Друг друга увещевать, Носить тяготы друг друга, Чтобы избежать вышеупомянутых наказаний, И совершив настоящую жизнь, В отпущении грехов, Сподобиться вечных благ, Благодати и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, Которому слава и держава С Отцом и Святым Духом, Ныне и присно, И во веки веков, Аминь. 898 о покаянии, Слово третье, И уничтожил грех. Вот, говорит он, Секира лежит у каждого дерева, Всякое дерево, Которое не приносит доброго плода, Срубается и бросается в огонь. Дьявол посеял грех, Как плевелы, Христос с серпом покаяния Вырезал плевелы греха. Грех есть тяжкий недуг, Но прекрасное дело покаяния. Будем поэтому избегать страшного первого И любить вожделенное второе. Через грех дьявол Низводит нас в гиенну, Через покаяние Христос вводит нас в Царство Небесное. Ты согрешил? Упокойся. Ведь не столько ужасно совершить грех, Сколько является дурным Пребывание во грехе. Первое имеет оправдание. Последнее же влечет за собой Не имеющее прощения и наказание. В самом деле, И Петр согрешил, отрекшись от Христа, И Павел, преследуя Христа, Совершил беззаконие. А равным образом и Давид Совершил прелюбодеяние убийства, Сделал заслуживающее смерти. Но если они согрешили, Как люди, Зато покаялись, как святые. Хотя не случайно и впали Все эти греха, Но зато, освободив Свою умственную взор От пагубного неверия, Прибегли к покаянию, Чтобы посредством него Получить прощение при грешении. Поспешим поэтому И мы прибегнуть к покаянию. Пусть дьявол и обременил нас грехом, Но зато облегчает нас Господь Иисус Христос, Родившийся от Святой Девы Марии, Через покаяние принимая Бремя греха на себя, Как сказано, Вот огнец Божий, Который берет на себя Грех мира. Дьявол вложил в людей грех. Господь освободил людей от греха. Первый внушил человеку грех Для того, чтобы посредством него Погубить человека. Господь удалил грех. Чтобы освободить человеческую природу От греха. До пришествия Христа Дьявол был страшен, До креста нестерпим был грех. Ныне же крест сокрушил Жало греха. Господь Иисус, Явившись на землю, Низверг дьявола с лица земли Подобно молнии. Я видел сатану, Говорит он, Как молнию спавшего с неба. Смерть Христа разрушила Царство смерти. В самом деле, Хотя и царствовала смерть От Адама, Даже до Моисея, И над несогрешившими, Подобно преступлению Адама, Которое есть образ будущего. Но после смерти Господа, Она, смерть, Стала игрушкой, И даже для детей. Поэтому все мы После воскресения Христа Говорим, Посрамляя гордость смерти. Смерть, Где твоя жало? Ад, Где победа твоя? До креста Совет змея Вдохнул смерть. После же креста, После страданий христовых, Вот старцы и женщины, И юноши и девы Попирают змей, Скорпионов И всякую силу вражию, Подобно тем, Которые дал отстатили виноград. Я сказал вам это, Чтобы показать падение греха И силу покаяния. Поэтому не изощряй против себя Жало греха. Пусть беспечность твоя Не является поощрением для греха. Ты не осуждаешься за совершение греха, Но подвергаешься наказанию за то, Что согрешив, Не покаялся. Подобно тому, О, как Господь, Зная немощь нашего тела, Дал людям искусство врачевания, И повелел земле Производить растения, Пригодные для врачевания. Точно так же, Зная склонность души К падению и раны греха, Он дал покаяние, Как бы врачество для душ, И вложил в божественные Священные письмена Средства к покаянию, Как бы травы, Чтобы каждый из нас Имел в них целительный пластырь, И, прикладывая его к себе При содействии веры, Избежал болезни. Но пусть наше покаяние Не ограничивается Только одними словами, Так как нелепо было бы, Если бы оно состояло Только в словах, И церковь Господа нашего Иисуса Христа Не созидалась посредством дел. Исповедуй, человек, Пригрешения твои. Открой грех свой, Чтобы ты мог получить Прощение своего греха. Если ты откроешься, То получишь в дар Прощение пригрешений. Пусть будет свидетелем нам Давид, Который говорит, Я сказал, Исповедуйсь пред Господом. Исповедался, И ты снял грехи С сердца моего. Если ты теперь Исповедуешь пригрешения свои, То получишь прощение, Так как в настоящее время Есть время милости. В будущем же веке Ты, если и будешь плакать, То плач твой будет совершенно бесполезен. Если бы даже покаялся, Не получишь прощения, Потому что в Аде Кто прославит тебя? Но если даже ты тогда Исповедуешь пригрешения свои, Ты не принесешь себе Никакой пользы. Ведь и богач, Когда увидел, Что нищета Лазаря Превратилась в избыток, А его собственное богатство Обратилось в крайнюю бедность, Стенал, Но не был помилован. Плакал и скорбел, Но не получил утешения. Просил оказать ему милость, Но не получил ее, Потому что и сам, Когда его просили, Не хотел ничего дать. Будучи богат здесь, Он стал беден там. Здесь по причине богатства Он был крайне надменен. Там, явившись бедным, Жалобно взывал. Здесь обладал потоками вина Источниками благовонных мазей, А там не получил даже капли воды, Хотя и умолял о том, Но оборачивался туда и сюда, Будучи полим невещественным огнем. Прибегнем же и мы к покаянию, Так как время покаяния Потушим в пламя грехов Слезами покаяния. Смотри, чтобы в надежде И на долготерпение Божие Тебе не оставить сердце свое Нераскаянным. Пусть благость Божия Не сделает душу твою непреклонной, Так как она побуждает И приводит тебя к покаянию. Смотри же, По жестокосердии твоему И нераскаянному сердцу Не собери себе гнев На день гнева и откровения Праведного суда Божия, Который каждому воздаст По делам его. Согрешил ты? Покайся, Чтобы в беспечности своей Не причинить себе Ни из цельной болезни. С появлением света Рассеивается тьма. Когда является покаяние, Уничтожается грех. Совершенствуй самого себя Подобно тому, Как земледелец возделывает ниву. Вырви грех Подобно плевелам. Как терния, Уничтожь беззаконие. Как ветвь дикой маслины, Как дикое бесплодное дерево, Истреби грех. При виде греха Веселятся демоны. Усматрив покаяние, Радуются ангелы. И по словам Господним Радуются ангелы Божьи Об одном грешнике кающемся. Не обнажай тебя, человек. Не отвергай от себя Всеоружие Духа Святого. Чтобы не сделаться тебе Для врагов Легко победимым. Возьми щит покаяния И отрази стрелы похоти. Сладок блуд, Но вреден. Тяжко целомудрие, Но полезно. Блуд находит пособника себе В свое святело. Целомудрие имеет помощника В благодати Духа. Итак, Где блуд, Там обитает дьявол. Где целомудрие, Там пребывает Господь Иисус Христос. Поэтому блаженный Павел И говорит, Кто разрушит храм Божий, Растлит, Того покарает Бога. И в другом месте Возьму ли члены Христовы, И предам ли их блудницы? Да не будет. Остановим же бурный натиск Греха якорем покаяния, Чтобы беспрерывное дуновение Вожделений Не заставило нас Претерпеть крушение. Но мореплаватели, Претерпевая кораблекрушение, Погибают в водах. Грешники же Тонут подобно свинцу В огненной реке, Текущей перед судилищем Христовым, И не с колесницами и конями, Но вместе с помышлениями и желаниями. Будем же благоговеть Перед благостью Христа, Почтим страдания Его, Не сделаем бесполезными ран Его, Не дадим предпочтения По стыдному желанию Пред Его благим желанием И заповеди Его, Не воздадим злом благодетели, Не возьмем у него членов, Чтобы сделать их членами блудницы, Так как мы не имеем власти над ними, Мы куплены дорогою ценою. Кто же нас продал и кто купил? Нас продал дьявол посредством греха, А искупил нас Христос посредством праведности. Как же Он купил нас? Дал ли серебро или золото? Нет, но кровью Своею, Которая много ценнее золота и драгоценных камней, Он искупил все наши грехи, А они многочисленны и различными, И многочисленными способами Препятствуют нашему спасению. Какие грехи? Грехи закона. Но не потому, что закон есть грех, нет, А потому, что без закона я не познал бы греха. Так как закон подверг меня, Как нарушителя его, проклятию, То поэтому Иисус Христос, явившись, Искупил меня от клятвы закона, Сделавшись за нас клятвою. Не дадим поэтому предпочтение Земной попечительности о нас дьявола Перед домостроительством Христа. Ради приятности греха Не пренебрежем прелести и покаяния. Если ты боишься грозного приговора, Прибегни к заповеди. Если желаешь избежать будущего осуждения, Уклонись от зла и делай добро. То есть оставь грехи и соверши покаяние. Чтобы тот, кто не хочет смерти грешников, Но обратились бы и были живы, Ценя душевное усердие твое, Даровал тебе отпущение грехов. Мы же за сказанное воздадим хвалу и славу Отцу и Сыну и Святому Духу. Ныне и присно, и во веки веков. Аминь. 901. О, милостыне! Луга украшается разнообразными цветами, Из которых одни доставляют наслаждение для зрения, Другие благуханием своим, Приятны для обоняния, Иные полезны для врачевания, И все вообще являются пригодными для человека. Точно так же и церковь имеет чтение божественных писаний, Евангельское, апостольское и пророческое, И остальные священные книги. И все они относятся ко Христу. Но на обыкновенных лугах, Когда восходит солнце, То оно иссушает цветы, И красота их внешнего вида исчезает. На этом же лугу восходит солнце правды, И одного вразумляет, Другого оправдывает, Третьего милует. По истине, Это солнце воссияло сегодня над нами В евангельских словах. Так как вы сделали это Одному из меньших сих братьев моих, То сделали мне. Снова напоминание о бедных, Снова порицание богатым. Я порицаю недостоинство, Да не будет. Но неумеренность, Осуждаю не богатство, Но тех, которые пользуются им дурно. Богатство является благом Для тех, которые хорошо распоряжаются им. Равным образом прекрасна И бедность для тех, Которые с терпением переносят ее. Ведь и Авраам был богат, Но ни перед кем не гордился. И Лазарь был беден, Но никогда не жаловался, Хотя и претерпевел величайшую нужду. Но зачем я предстал только двух свидетелей? Пусть предстанет здесь Во свидетелей блаженный Ио, Испытавший на себе то и другое. Когда он был богат, Он говорил, Дом мой был открыт для всякого человека. Когда же стал беден, Сказал, Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно. Как сильно расставал против него дьявол, Но не сокрушил праведника. Он издержал колчан стрел И не ранил воина. Пододвинул осадные орудия И не поколебал башни. Сотрясал дерево И не сорвал плодов. Обломал ветви, Но не вырвал корни. Подкопал стену, Но не похитил сокровища. Под сокровищем же я разумею Не золото или серебро, Но его непоколебимую веру, Так как это именно принадлежащее И его сокровище, Хотел похитить дьявол. Видишь обильный плод? Видишь веру твердую, как скала? Видишь башню, стоящую несокрушимо? Видишь воина непоколебимого в бою? Видишь удалившегося дьявола? Видишь бога, дарующего награду? Видишь посрамленного дьявола? Я не знаю, каким именем назвать этого праведника. Назову ли борцом? Но он одержал много побед в борьбе. Воином ли? Но он более крепок сердцем. Назову ли его башнею? Но он более возвышен мыслью. Скалой ли? Но он тверже скалы. Деревом ли? Но он более красив. Сокровищем ли? Но он драгоценнее сокровища. Я не знаю, каким именем назвать этого праведника. Пусть слышат богатые, пусть слышат бедные, как этот блаженный во время благоденствия своего распоряжался богатством своим. А в бедности сколько выдержал испытаний, и все-таки не погибла надежда его на Бога. Видишь ли, как хорошо богатство для тех, кто хорошо распоряжается им. И как хороша бедность для тех, кто терпеливо переносит ее. Не говори мне, я боюсь бедности. Ты боишься бедности и не боишься Бога. Страшишься нищеты и не боишься греха? Не бойся бедности. А бойся греха матери наказания. Если ты будешь иметь другом царя, он обогатит тебя. И если ты будешь любить Христа и нищих, он сделает тебя богатым. Он обогащает и делает бедными, смиряет и возвышает, поднимает с земли бедного и воздвигает сгноища нищего. И Господь требует от тебя исполнения заповеди, и ты не даешь ему? Ведь когда ты слышишь слова о его, так как вы сделали это одному из тих меньших, то сделали мне. Ты можешь видеть, что давая бедному, ты даешь Богу. Если ты не дашь ему, то как сам ты будешь просить его в тот день, чтобы он помиловал тебя? Разве он не станет обвинять тебя, говоря, ты видел меня алчущим и не накормил, видел меня жаждущим и не напоил, видел ногим и не одел? Что ты скажешь ему в ответ? Какое заслужишь прощения? Ты одет в шелк, в мягкие пуховые одежды, а бедный не имеет и рубища. Ты лакомишься фазанами, курами и гусями, и всякими другими явствами. А бедный не в состоянии насытить чрево свое хлебом и овощами. У тебя в дому позолоченные стены, разнообразные мраморные статуи, колонны и золотые капители у колонн. А бедный не имеет и крова. При этом иногда дом твой приобретен тобой путем хищения и любостяжаний. Но вот ты умираешь и уходишь, не захватив с собой ничего. А дом твой остается твоим постоянным обвинителем, обличающим дела твои. Ведь всякий проходящий мимо станет говорить, это дом того известного грабителя или хаимца. Сколько он погубил вдов, сколько обидел сиров, сколько расхитил имени, сколько ограбил нищих. Не говори мне, я наместник. Я не знаю высокого звания и не осуждаю его. Я осуждаю только дурных, которые дурно пользуются дарованными им благами. Хорошо быть богатым, потому что все, что не сотворил Бог, весьма хорошо. Ты видишь бедняка и превозносишься. А не думаешь о том, что бедный, как и ты, есть такой же человек. То живое существо, которое составляет предмет особых попечений для Бога. Тот самый человек, ради которого распростерто небо. Человек, ради которого солнце совершает путь свой. И луна знает запад. Человек, ради которого сияют звезды. Ради которого наполнено море. Ради которого основана земля на водах. Ради которого горы, ущелья и холмы. Ради которого рощи, леса, долины и равнины. Ради которого источники, реки и озера. Ради которого земля произрастила зеленую траву. Ради которого вода производит живых существ. Ради которого скоты, четвероногие гады и птицы. Ради которого времена и годы, месяцы, дни, часы и ночи. Ради которого ангелы и архангелы, начало и власти, престолы, господство. Херувимы и Серафимы. Но зачем я перечисляю с вами многое? Ради ведь него Господь пролил кровь свою. Человек искуплен драгоценную кровью. А ты его презираешь. Разве потому, что он беден, он уже не такой человек, как и ты. Не потому ли ты и превозносишься перед ним. Но бедных избрал Бог, а не богатых. Петр, верховный из апостолов, основание церкви. Поистине Петр, как по имени, так и по значению. Не был ли бедным? Не был ли несчастным и отверженным? Не был ли ничтожным и презренным? Не был ли рыбаком? Точно так же и Иаков и Иоанн не были ли бедными и рыбаками? И, проходя Иисус, увидел их и отца их заведея, починивающих разорванные сети. О, высшая степень бедности! Они были настолько бедны, что не были в состоянии купить сети для рыбной ловли, но подчиняли старые и одним искусством поддерживали другой, искусством починки, искусство рыболовства. Точно так же и Матфей не был ли сборщиком подачей? И, проходя, Иисус увидел его сидящего у сбора пошлин и говорит ему, «Встань и следуй за Мною». И он встал и последовал за ним. Он не думал о том, что он исполнил порученное ему царем дело, но имел в виду лишь то, что его призывает царь царствующих. И вот тот, который прежде посещал чужое, теперь совершенно отвратился от своих дел. Тот, кто прежде был волком, теперь стал агнцем. Бросил Петр в сети и получил ключи Царства Небесного. Оставил Матфей сбор подачей и получил Евангелие. О, блаженная та корзина, которая принесла вселенной такую смесь. Подобным образом и блаженный Иоанн не обитал ли в пустыне, и после этого стал гражданином неба. Не питался ли акридами и диким медом? А все пророки и апостолы разве не были бедными? И не через этих ли бедняков уготовил Господь спасение людей? Сколько царей, властителей, консулов, вождей и правителей умерло от начала века, и все они преданы забвению, а эти несчастные, отверженные, ничтожные и презренные, незабытые. Вот царь, облеченный в порфиру, украшенный диадемой, венчанный славой, в золотом шлеме, окруженный воинами, отправляется к гробнице рыбака. Бедняка, несчастного, презренного, обнимает ее, проливает слезы и молится тому, кто прославил его. Кто внушает царю делать это? Кто? Я скажу. Послушайте меня, прошу вас, и будьте внимательны к словам моим. Тот, кто сказал им, идите научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, и вот я с вами во все дни до скончания века и жизни вашей. А этот даровал им столь великое искусство. Видишь ли, какую силу имеют бедные? Не только одно это, но и бесноватые приходят к гробнице мышь и получают исцеление. Видишь ли, что мертвые могущественнее живых? Не отвергаешь же впредь нищих. Входит нищий во двор твой, прося милостыни, и ждет два часа, не получая ничего. А иногда ты приказываешь слуге выгнать его вон. Разве ты не знаешь, что если выгоняешь нищего вон, ты и преследуешь Христа? Ведь он сам сказал, так как вы сделали это одному из всех меньших, то сделали мне. Видишь ли, что если обижаешь бедного, ты оскорбляешь Христа? Все, что ты не делаешь для бедного, обращается на Христа. Как сказал он сам, я говорю это и не перестану говорить, так как говорить для меня не тягостно, а для вас назидательно. Я не перестану наставлять вас до тех пор, пока вы не сделаетесь лучшими. Так как написано, блажен проповедующий в уши слушающих. Сирахов 25.12. Непослушание причиняет смерть. Ты видишь нищего и не оказываешь им милости. Как после этого ты входишь в церковь и молишься? Как отверзаешь уста свои и призываешь Бога? Ты не краснеешь от стыда, не трепещешь, не страшишься. Ты входишь в церковь, чтобы просить Бога. Сотвори же милостыню, чтобы одновременно были записаны и милостыня, и прошение ее твое. Иногда некоторые обращаются с просьбой к земному царю, тратят множество золота, но часто не имеют никакого успеха. И дело остается только на бумаге. А ты не хочешь приложить к прошению своему и двух оболов. Здесь царь земной вначале пишет одно решение, а заключительное решение часто бывает обратно. Но царь царей, если что решит, то решение его остается твердым и неизменным. Видишь ли, как просьба исполняется за два обола. Вот почему две умывальницы находятся перед дверями церкви. Одна с водой, в которой ты омываешь руки. Другая – это рука нищего. В ней ты очищаешь душу твою. Войди в церковь и омой руки свои. Вложи обол в руку нищего и очисти душу свою. Если же ты, придя в церковь, омоешься и станешь молиться, но не дашь ничего нищему, какая тебе польза? Ты имеешь богатство и скрываешь его на земле. Но ночью приходят воры, подкапывают дом и похищают сокровище твое. И вставши утром, ты видишь, что оно украдено. Хочешь, чтобы сокровище твое не было похищено? Делай то, что я говорю тебе. И никогда, вовеки оно не будет украдено у тебя. Ты имеешь сокровище? Вложи его в чрево нищих. И будь спокоен, оно никогда не может быть похищено. Если ты закопаешь его в землю, то потеряешь его. Если же и не потеряешь, и оно сохранится, то после твоей смерти им обогатятся другие. Какая же польза для тебя, если ты трудишься, изнуряешь себя, а другие, от которых ты не получишь награды, владеют имуществом твоим и будут предаваться веселью? Ты не слышал, что говорит пророк? Собирает сокровища богатый и не знает, кому соберет их. Он же в другом месте снова говорит, Безумный и несмысленный погибнут и оставят чужим богатство свое. И не бойся, когда богатеет человек, когда умножается слава дома его, ибо когда умрет, он не возьмет с собой и не пойдет с ним слава его. И в Евангелии Господь говорит безумному богачу, Безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя, Кому же достанется то, что ты приготовил? Видишь, сколько бедствий претерпевают те, которые собирают себе сокровища на земле. Но собирайте сокровища себе на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и оно останется неразграбленным. Несчастые и презренные, ты возлагаешь надежду на землю и не веришь Богу, сказавшему, что то, что вы сделали одному из всех меньших, сделали мне. Ты разве не знаешь, что есть некоторые бедные земледельцы, достойные сострадания, которые снискивают себе насущенный хлеб собственными трудами, и во время посева не знают, откуда им достать семян, что тогда такой земледелий взял одежонку свою или своей жены, а часто и самые орудия земледелия отдает их в заклад и получает взаймы одну, а то две или три меры, или сколько может понадобиться на его пашню, и полученными таким образом под заклад семенами засевают землю, веря ей, веря и ожидая некоторое время, пока земля произрастит плод. Он верил земле, полученные взаймы, а ты не веришь Богу. Он поверил своему товарищу, а ты не веришь владыке. Какое, скажи мне, заслуживаешь ты прощения? Я говорю, это не ради того, чтобы осуждать вас за чрезмерную жестокость. Нет, но для того, чтобы возбудить в вас готовность творить милостыню. Ты любишь кровожадное золото, для всех вожделенное и всем враждебное, всеми любимое и против всех злоумышляющее, скоро приходящее и неблагодарное. Или вы не знаете, что значит его сообщество? Подобно продажной блуднице, оно с этим говорит, тому кивает головой. Сегодня уславляется с одним, завтра переходит к другому, сегодня ты начальник, а завтра подчиненный, сегодня богат, а завтра беден, сегодня произносишь суд, а завтра сам подвергаешься осуждению, видишь изменчивость жизни, как она пробегает подобно теме, и рассеивается точно легкий дым, как разрывается точно паутина. Не перестану я наставлять вас, будете ли вы поступать так или не будете. Я все-таки стану говорить и не замолчу, потому что написано «Блажен, поведающий в уши слушающих». Непослушание причиняет смерть. Подражайте, по крайней мере, той бедной вдове, которая пожертвовала два обола и была оправдана за свое доброе расположение. Ты не в состоянии дать двух оболов? Дай один. Не имеешь одного? Дай хлеба. Не имеешь даже и хлеба. Дай. Так вздохни хоть, когда увидишь нищего, и молитва твоя будет принята. Ведь тот, кто знает тайное помышление каждого, кто знает все прежде, чем оно совершится, знает, что ты дал бы, если бы имел. Он хочет доброго расположения, испытует и смотрит на сердце. Человек смотрит на лицо, а Бог на сердце. Итак, умоляю вас, соблюдайте наставление, которое я предлагаю вам. Потому узнают все, что вы, мои ученики, если будете любить друг друга. Это слова самого Господа, сказанные им, ученикам. И еще возлюби Господа Бога твоего всей крепостью твоей и ближнего твоего, как самого себя. В этих двух заповедях весь закон и пророки. Итак, умоляю вас, быть милосердными друг к другу. Быть страннолюбивыми, любящими бедных. Особенно же будем непрестанно являть любовь свою к Богу, чтобы мы могли удостоиться вечной жизни, которой все досподобимся достигнуть благодати и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава держала со Отцом и Святым Духом во веки веков. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok